Сегодня 14 октября. 14 октября 1875 года в Самаре завершил свою работу съезд земских врачей. Губернские медики обсуждали вопросы создания больницы для душевнобольных, а также пенсионного фонда для выдачи пенсий земским врачам. А ровно через два года, 14 октября 1877 года, в Самарской городской думе обсуждали план устройства в столице губернии водопровода и газового освещения. Проект представил учредитель общества искусственного орошения Самарской и Саратовской губернии Эрикс. Но его идеи не нашли поддержки у гласных думы. Однако в следующем году был утвержден проект «Зимина», который и был воплощен в жизнь 9 лет спустя. А вот до появления в городе освещения оставалось еще несколько десятилетий. 14 октября 1954 года многие советские, в том числе и куйбышевские газеты, рассказали своим читателям об успехе Волжского народного хора, выступавшего на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Журналисты отмечали светлое и жизнерадостное мастерство этого коллектива, являвшегося на тот момент одним из самых молодых коллективов в стране. «Хороша мужская группа хора. Ее трактовкам присущий и могучий размах, и воля, и энергия, то есть все лучшие качества, свойственные мужской народной манере пения волжан», говорилось в одной из рецензий на выступление хора. Сегодня поздравление с днем рождения принимает министр культуры Самарской области Сергей Васильевич Филиппов. Также 14 октября в разные годы на свет появились советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Павел Чухрай, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер Алексей Касатонов, прославленный российский кутюрье Валентин Юдашкин, а также популярный шоумен и телеведущий Тимур Родригес и другие знаменитости. С именинами сегодня не забудьте поздравить Алексея, Веру и Георгия. Как подсказывает народный календарь, сегодня самое удачное время для свадеб. 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Издавна на Руси свадьбы как раз и начинались с этого большого праздника, а незамужние девушки молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным. Покров всегда считали в народе важным праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей семьей, чтобы помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии. А по разным приметам этого дня судили о погоде. Если ветер дул с востока, ждали холодную зиму. Если же на покров еще не выпадал снег, его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили – на покров до обеда осень, после обеда зима. Такими знаменательными событиями вошел в историю 14-й день октября. Успехов в делах и всего вам самого доброго!